МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это наш Новосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. На должников пока примонту подают в суд. В Октябрьском районе сносят целый жилмассив с бараками, а во дворах многоэтажек начинают борьбу с погребами. Обо всем этом и не только сегодня в программе. Злостные неплательщики взносов на капремонт начали получать повестки в суд. Региональный оператор пошел на жесткие меры. Одно исковое заявление суд уже удовлетворил, еще два находятся на рассмотрении. По данным, на конец июля в регионе зафиксировали более сотни лицевых счетов за должностью свыше 500 рублей и просрочкой платежа дольше полугода. Общий долг уже перевалил за 300 миллионов рублей. Для понимания, этой суммы хватит, чтобы капитально отремонтировать крыши в 150 хрущевках. Или, к примеру, отремонтировать систему холодного водоснабжения почти в 800 домах. В фонде напоминают, на ответчиков ляжет еще и обязанность по уплате госпошлины. К тому же, сами долги за капремонт осложняют сделки с недвижимостью. К другим темам. Жильцы многоквартирных домов начали избавляться от погребов во дворах. Пережиток прошлого, который портит вид, мешает обустроить уютную зону отдыха, к тому же нередко представляет опасность. Зачастую такие хранилища незаконные, но почему же тогда так сложно их ликвидировать? И как это сделать по всем правилам? Инструкция по применению в нашем материале. Значит, вот где сейчас находятся эти погреба, здесь раньше проходила у нас дорожка. Дорожка была по всему периметру вот этого большого сквера. Уютные аллеи, клумбы, детские площадки – так было полвека назад. Теперь этот двор больше напоминает заброшенное кладбище. Только вместо надгробных плит – ржавые крышки погребов. Председатель ТСЖ Владимир Крашенин сбился со счета, сколько их здесь. Но точно знает – все эти хранилища вырыли жильцы соседних домов еще в 90-е годы. Хотя значительная часть двора относится к его дому. Погреб принадлежал бабушке с дедушкой, а он завалился. Они его так и бросили, оставили. Вот рядом с ним смежный погреб, там стенка уже подвалилась. Вот этот погреб тоже уже считается аварийным. Освободить этот двор от погребов планируют давно, но еще ни одна попытка не увенчалась успехом. Здесь повсюду записки от председателя ТСЖ. Вот одна из них – убрать до 1 мая 2013-го. Прошло уже два года, а погреб и ныне там. И, судя по всему, им регулярно пользуются. Но на этот раз Владимир Павлович настроен решительно. Здесь будет сквер, как полвека назад. Высаживает новые деревья, восстанавливает дорожки, детскую площадку. Жильцы будут за свой счет. В этом грандиозном проекте нет места опасным погребам. Было собрание, общее собрание жильцов. Все жильцы нашего дома подписались, 100%, что засну с погребов. Ну, представляете, если мои внуки, у меня уже младшему внуку 2,5 года, да, и он будет ломать ноги свои вот на этих газонах. Оно мне не надо было совершенно. Вот только хозяева погребов против. Виктор Зосимов со своей семьей как раз делает запасы на зиму. Хранить урожай с дачного участка больше негде. Нет у меня варианта. Купить хранилище 70 тысяч. У меня нет их. Я без зубов. Мне зубы надо вставить. Я не могу их вставить. Потому что денег нет. Насколько сложно сражаться с хозяевами погребов и сараев, пусть даже незаконных, знают в этом доме. Три года назад Сталинку начали капитально ремонтировать. Заодно устроили генеральную уборку во дворе. Всю картину портили стихийные постройки. Они здесь стояли еще с довоенных лет. Вот здесь сейчас стоят автомобили. Вот эти стояли в сарае. Ну, видите, у них видно, что они полуразрушенные. Освобожденного участка хватило не только на просторную парковку. Рядом жильцы обустроили небольшой сквер и спортивную площадку. Помогла поддержка мэрии, в том числе финансовая. Но прежде чем запустить бульдозер, все равно пришлось провести не одно собрание собственников. Как раз с этого руководители ТСЖ и советуют начинать. Главное – заручиться поддержкой большинства и иметь на руках точные кадастровые карты. А потом дать людям время на то, чтобы вынести все необходимое из погребов и кладовок. Иногда, допустим, выносятся решение, что через месяц здесь что-то начнется переустройство. Люди начинают кричать, а вот где я буду хранить. Но об этом надо было думать, когда вы незаконно делали вот эти погреба. Хозяева погребов и сараев не на словах, а на бумаге вправе потребовать компенсацию за их снос. Но обычно таких претензий никто не предъявляет. Потому что большая часть этих хранилищ вне закона. Погреба могут быть опасными не только потому, что в эти ямы можно случайно провалиться. В сезон заготовок рискуют и сами хозяева хранилищ. Город потрясла целая серия несчастных случаев. Задохнулись люди, пытаясь просушить погреба. Как себя уберечь, чтобы не случилось беды? Об этом говорим с заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Алексеем Оксаментовым. Алексей Николаевич, действительно жуткие и несчастные случаи один за другим произошли. Напомните, пожалуйста, почему это случилось? Да, у нас действительно произошло два несчастных случая, связанных с тем, что люди задохнулись в погребах. 17 августа в Октябрьском районе, где-то в 16 часов, мужчина с 76-го года рождения спустился в погреб, с целью просушки начал зажигать там поленья и тряпки, потерял сознание, погреб наполнился дымом. Его супруга увидела, что муж не отвлекается, она вызвала скорую помощь, тоже спустилась в погреб и тоже получила отравление угарным газом, потеряла сознание. Прибывшие спасатели извлекли тела пострадавших, женщина еще дышала, но через 30 минут после ее пытались реанимировать, но, к сожалению, тоже врачи констатировали смерть. У погибших осталось двое детей. Второй случай у нас произошел 19 августа, это в Зайльцовском районе, в гаражах карьеры мочища. Мужчина тоже спустился в погреб, рожок там костер с целью его просушки и потерял сознание от угарного газа. Мимо пробегал мальчик, заглянул, увидел мужчину, сообщил об этом рядом взрослым. Также вызвали спасателей, скорую помощь, но, к сожалению, к моменту прибыли подразделений, экстренных служб, мужчина уже был мертвым. Знаете, когда эти новости приходили одна за другой, складывалось впечатление, будто раньше такой, скажем так, массовой гибели людей из-за погребов вроде как и не было, или это иллюзия? Таких массовых случаев и не было. В прошлом году у нас был один случай подобный. Это в Советском районе в погребе тоже две женщины 52-го года рождения также задохнулись угарным газом. Но случаи очень похожи друг на друга. Вот какие роковые ошибки совершили хозяева погребов, из-за чего, к сожалению, погибли? Да, необходимо отметить, что, к сожалению, люди для того, чтобы просушить погреб, используют дымовые шашки, разжигают огонь. И все это приводит к трагическим случаям. Самое опасное здесь – это угарный газ. Даже небольшая концентрация угарного газа в погребе приводит к смертельным случаям человека. Человек теряет сознание, начинает задыхаться, самостоятельно не может выбраться, и в итоге наступает смерть. Учитывая все это, каких правил нужно придерживаться, чтобы не случилось беды? Первое помещение погреба должно хорошо быть проветрено. То есть накануне того, как вы будете производить какие-то работы, закладывать заготовки, продукты, надо просушить не менее суток этот погреб. Просто оставить открытым. Перед тем, как спускаться в погреб, надо зажечь свечу. Это самый элементарный такой дедовский способ. Проверить сейсмон кислорода. Опустить ее непосредственно в погреб. И посмотреть на пламя свечи. Если пламя свечи ровное, голубоватого цвета, это свидетельствует, что в помещении есть кислород и нет угарного газа. Если пламя начинает коптить, принимает красноватый оттенок, или свеча сразу тухнет, это свидетельствует о том, что в погребе есть угарный газ, и туда опасно спускаться. В этом случае надо повторить процедуру просушки погреба не менее суток. Это обезопасит нас от таких вот несчастных случаев, которые произошли у нас в городе. Кроме этого, при проведении работ в погребах, связанных с просушкой, еще какими-нибудь работами, как правило, мы рекомендуем страховаться. То есть один человек спускается в погреб, обвязывает себе веревкой, второй находится сверху и держит за конец веревки, чтобы в случае, если плохо станет, человеку, находящемуся в погребе, он ему подал сигнал, и можно было экстренно его достать с этого погреба. Алексей Николаевич, наверное, отдельный случай – это падение в заброшенные погреба. Понятно, что там бабушка или дедушка пользовались погребом, потом, может быть, ушли из жизни, или просто забросили люди погреб, и вот стоит эта яма. Какие опасности она представляет? Действительно, значит, если погреб открыт, в него может провалиться и взрослый человек, и ребенок. Здесь эти погреба представляют большой опасность, в том числе и там может быть какие-то продукты, которые остались от сгнивших овощей. Категорически нельзя залазить в этот погреб, и при обнаружении немедленно информируют наши дежурные респеческие службы, администрации районов для принятия экстренных мер, чтобы засыпать, закрыть этот погреб, или оградить в первую очередь место, чтобы люди туда никогда не попали. А несчастные случаи, связанные с падением вот в такие заброшенные погреба, насколько часто они происходят? Случаи, они не частые по городу, но тем не менее, меры вот эти надо предосторожности всегда соблюдать, особенно если вот эти погреба будут обнаружены. Спасибо большое вам за рекомендации, я надеюсь, что ими воспользуются. А я напомню о том, какую опасность стоят погреба, и какие правила нужно соблюдать, чтобы не случилось беды, мы говорили заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Алексеем Оксаментовым. Отследить свою очередь на расселение скоро сможет каждый житель Ветхого дома. Уже в сентябре будет готова онлайн-база всех зданий, которые пойдут под снос, а сам сервис заработает до конца года. Тем временем сразу несколько бараков заканчивают сносить в Октябрьском районе. Там проживало 36 семей. Вот одна из последних двухэтажек. Доживает свой век уже пустая. Скоро и ее сравняют с землей. О том, где получили долгожданные квартиры переселенцы и что построят на этом месте в нашем сюжете. Старые постройки рассыпаются, как карточные домики. Рядом ждет своей очереди уже пустая деревянная двухэтажка. Последняя в округе. Квартиры в этом бараке опустили несколько месяцев назад. Все жильцы уже получили новые благоустроенные квартиры, а сюда вывозили только самое необходимое. Многие просто не хотели брать с собой хлам в новое жилье. С тех пор здесь все осталось практически без изменений. Ну, разве что полы разобрали на дрова перед тем, как переехать. Трещины на потолке и на стенах, обвалившаяся штукатурка, плесень повсюду. Можно представить, в каких нечеловеческих условиях жили здесь люди десятилетиями, ожидая новоселье. И это далеко не худший вариант. Этот участок на углу Декабристов и Исак Иванцеттия передали застройщику соседнего квартала. Он за свой счет расселил 4 дома на жилмассиве. Еще 2 – мэрия. 36 семей уже переехали в комфортные квартиры. Причем многим выделили даже больше жилплощади, чем было раньше. Этим семьями было предоставлено на выбор вторичное жилье. И они выбирали на свое усмотрение. Как правило, предлагалось два варианта. И они выбирали с той территории, которая им была приемлема, уместна. Достаточно высокая цена была озвучена для вторичного рынка. И, как правило, это осталось в центральной части. Эти вложения инвестор окупит с лихвой. Здесь будет продолжение жилого комплекса с квартирами по ценам выше среднего. Строительные компании теперь гораздо больше заинтересованы в сносе бараков. До недавних изменений в жилищном кодексе застройщику приходилось расселять сразу все дома на участки, вкладывая колоссальные средства. Сейчас он может, условно говоря, ну не условно, а практически расселить первый дом. На освобожденной площадке построить какое-то жилье или планируемое жилье. И туда уже людей планомерно переселять. Скоро станет проще и отслеживать свою очередь на расселение. Это можно будет делать в режиме онлайн. База данных почти готова. Осталось только зарегистрировать сервис в Роскомнадзоре. Планируется, что открытая электронная очередь на жилье, причем не только по программам расселения, заработает до конца года. И последнее. Целую неделю Новосибирск праздновал День соседей. Этот праздник появился всего несколько лет назад, но уже стал традиционным. Отмечали его во всех районах. В некоторых дворах устраивали гуляния с угощениями, танцами, спортивными эстафетами. Но главная цель этого праздника не только развлечься. Именно так соседи знакомятся друг с другом и порой устраивают стихийные общие собрания, решая важные вопросы в неформальной обстановке. Это праздник для всех категорий жителей. Это и дети, и взрослые, и люди старшего поколения. И главная цель – это как раз объединение людей, чтобы мы не только совместно отмечали какие-то праздники, но и, конечно же, совместно решали общие вопросы. Она все может. Лучший мужчина любого все сделает. Я ее люблю. Спасибо тебе. Желаю всем, чтобы у всех были такие соседи. Да, хорошо бы у каждого были такие соседи. А у меня на этом все. Напоминаю, задать свои вопросы и предложить темы для следующих выпусков программы вы можете по телефону редакции 346-5003. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова